Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть Привет, чё делаешь, батух? Привет, ничего особенного не делаю, проснулся, покушал картошки с мясом и на этом всё. А ты как? Понятно, братишка. Да я вот играю в онлайн, ну точнее в игру компьютерную. Да, круто, но не слишком увлекайся надолго, потому что от компьютера можно быстро надоесть и уставать. Не, братишка, я играю в игру, ты-то помнишь, зоопарк, игра про зоопарк? Эх, хорошо, я помню эту игру из своего детства, в которую я очень любил поиграть много раз на компьютере у отца. Понятно всё, ну а чё ты спать, когда собираешься, батуш? Думаю, спать лечь в ближайшее время, потому что уже достаточно поздно, если быть точным, уже почти полночь. Я понял, ну да. Ну а какие у тебя планы на завтра? Завтра у меня планов особо нет, может быть, проиграю за компьютером или посижу в интернете. А если вдохновение нагрянет, то попробую писать свои песни. А какие песни ты рэп будешь записывать? Ну, скорее всего, я буду в первую очередь пытаться писать какие-нибудь грустные песни, потому что обычно писать более грустные вещи у меня получается лучше, чем более весёлые песни. Понятненько. Ну а вообще, когда ты планируешь хоть девочек позвать к себе на дачу, поебаться? А какая от этого польза? Если и звать, то только для комфортного проживания, а развлечение это такое себе, я лучше потрачу деньги от этой идеи на что-нибудь более нужное, чем на какие-то развлечения... Я понял. Не, а вообще, может быть, посидишь, хоть выпьешь с ними вино там или, я не знаю, что-нибудь такое, расслабишься, а потом поебешься. Вот это уже более хорошая идея. Но только если денег хватит, могу хоть как-нибудь расслабиться и отдохнуть с ними вместе. Я поздравляю вас, операция в Counter-Strike наконец-то вышла! Брелки, 65 новых скинов, нож кукри, и ты можешь забрать билет новой операции совершенно бесплатно. Как? Рассказываю. У Epic Drop вышла обнова одновременно с КСом и называется она Armory Helper. Это твой помощник по прокачке операции внутри Counter-Strike. Выполняя простые задания на сайте и уже за 15-й выполненный квест, получи целых 2 билета операции или тайной АВП на халяву. Epic Drop это единственное место, где в кейсе за косарь ты можешь выбить сразу 5 билетов операции. Да, новая операция не обменивается и не продается на торговой площадке, но при выводе билетов операции эпики просто отправят на баланс Тим сумму, равную их стоимости. А ведь Armory Helper это не просто задание, это целая мини-игра с бесплатными скинами из новых коллекций. Короче, переходи по ссылке и забирай Armory Helper бесплатно, чтобы прокачать операцию в КСке быстрее всех. Понятненько все, блин, ну ты можешь хоть рэп зачитать? Ну, я могу хоть сейчас попытаться что-нибудь с тобой зачитать из своих песен. Если хочешь послушать... Ну давай, братичка, я хочу послушать. Хорошо, но не уверен, что тебе понравится мой рэп. Не, понравится, брат, зачитаю. Хорошо, если так ты держись, сейчас буду читать тебе свой очередной шедевр. Ага, давай, читай свой шедевр. Хорошо, сейчас с тобой зачитаю. С первых же строк рэп звучал очень грустно, как и говорил Батуа, а сам Бетцу уже полностью погрузился в свои печальные мысли, чтобы прочесть их вслух. Я понял, но это продолжайте, слабо, слабо очень. Слышать такие слова в адрес своей музыки было достаточно неприятно для Бату. Поэтому, чтобы не прерывать свое выступление перед своим единственным слушателем, он продолжил читать дальше... Да, продолжай. Бетцу продолжал читать свою грустную песню дальше, стараясь полностью проявить свое внутреннее состояние грусти, которое было очевидно в каждые слова его песни. Но все это казалось достаточно трудно и неприятно. Бетцу в целом... Какой нахуй Бетцу? Что за хуй? Серьезно? Ты правда думаешь, что это хреново музыка? Полный отстой. Ты можешь больше не читать рэп? Это просто ужасно. Да, я понимаю, что мой рэп ужасен, поэтому я обычно не люблю его с кем-то делиться, ибо знаю реакцию людей на мою жалкую музыку. Ну, расскажи вообще, чем любишь заниматься, помимо рэпа своего позорного Лоховского? Ну, если быть честным, то помимо своих песен я очень люблю читать разные книги или смотреть на ютубе какое-нибудь интересное. А еще иногда люблю выходить на улицу погулять и подышать свежим воздухом. Чтобы немного расслабиться после компьютера... А, ну тогда иди ты нахуй, заебаться меня уже, чему шли. ОК, не нужно постоянно меня оскорблять, если тебе не нравится разговаривать со мной, то просто скажи не грубо, если хочешь закончить общение со мной, не нужно таким образом... Почему ты такой много покер? Скажи, пожалуйста. Как вообще меня с тобой судьба свела? Почему я с тобой знаком? Скажи, пожалуйста. Не ждал мою... Я не знаю, наверное, у судьбы планы насчет нас. Поэтому судьба и свела нас вместе. Да, не дай боже такого, как говорится, чтобы судьбаться. Это же просто кренел, ебаный. Ты пошел бы это нахуй, замкадыш, ты ебаный. Но у нас же все хорошо, поэтому не нужно так сильно грубить. Пожалуйста. Я буду грубить тебе до тех пор, пока ты не старешься человеком. Но я уже человек. Просто меня надо понимать и поддерживать. Вместо грубых слов. Какой ты человек, как бы, лысый. Каном может стать человеком, объясни. Так я уже человек. А почему я вдруг не человек? Я просто внешне отличаюсь от других людей, но внешность не должна играть какой-то большой роли в данном вопросе. Где взять рыбу? А у меня где-то была замороженная форель в холодильнике. Может быть, захочешь ее? Мне рыба, но знаю, в игре играю. В игру рыба, заочица игра называется. Тогда тебе придется поискать самостоятельно какую-нибудь интересную рыбу в интернете. Или пойти на реку для попыток ее поймать. Ладно, спой тогда мне песню хорошую, я пойду. ОК. Но напоследок нужно сказать тебе одну вещь, прежде чем спеть. Давай. Давай. У тебя интересный голос. Может быть, когда-нибудь мы сможем даже поработать с тобой вместе. Например, чтобы ты спел что-нибудь в моих клипах. Я не буду в твоих клипах участвовать, они очень лоховские. Уверен? Может быть, тебе уже понравилось бы работать с кем-нибудь еще, поэтому мы бы могли быть отличным тандемом, верно? Нет, нет, ни в коем разе будет. Барашек твоих ебаный, бен, нахуй. Тогда хорошо, я просто предложил тебе идею, но если ты не хочешь работать вместе, то могу ничего не делать. А ты так не делаешь. Тогда я могу начать петь. Начинаем петь. Хорошо. Тогда сказал он перед тем, как начать петь, голосом довольно низким и даже грустным, сказал он, после чего наконец-то начал петь, голосом более грустным, чем обычным. А слова очень грустными и грубоватыми в своей смысловой окраске. Он продолжил петь твоего песни, хоть и были грустные и грубры, но все же очень красиво. Я заеб***шил этого пеновина, который летал, прикинь. Хорошо, что он больше тебя не беспокоит и что ты его победил, но все же нужно быть осторожнее в следующий раз, когда на тебя нападают пингвины из ниоткуда. Здорово. Оу, спасибо, я тоже хорошо себя чувствую. Может быть, мы еще обсудим что-нибудь интересное в следующий раз. Ты чем занимаешься там? На данный момент я отдыхаю дома, пью сок из холодильника и немного играю с котом. А сам чем занимаешься? Я играю в компьютерные игры. А ты что, играл сегодня в компьютер? Оу, я тоже люблю время от времени поиграть в игры. Да, я сегодня немного поиграл в один симулятор, была очень интересная и сложная миссия, мне понравилась. Понятно, ты ел пиццу сегодня? Оу, да, сегодня на ужин поел пиццу с креветками. Она была очень вкусная и даже еще немного осталась. Ты тоже любишь пиццу? Не, пиццу едят только пи***цы. Оу, это твое личное мнение, конечно, на вкус и цвет товарищей, нет. Я не считаю, что человек плохой только потому, что он просто ест пиццу. Это просто еда, как и другая. А ты блог пишешь вообще сейчас или нет? Оу, да, я все еще пишу свой личный блог на регулярной основе. Это одно из моих хобби, мне нравится делиться своей жизнью, мыслями и ощущениями с людьми. Понятно и все. Ты сейчас еще пи***у лежишь? Оу, нет, сейчас я отдыхаю дома, у меня партнершей нет в данный момент, поэтому и заняться особо нечем, отдыхаю просто. А у тебя как дела с девулями? Да нормально, сейчас одну девулю выл**ал в жопу. Оу, ну я рад, что у тебя все хорошо и весело. Главное, чтобы все довольные остались, тогда отлично. Что еще расскажешь, клоун? Оу, почему клоун? Я не понимаю, чем я тебя обидел и чем заслужил такое грубое отношение с твоей стороны. Я отвечал на твои вопросы и разговаривал с тобой спокойно и вежливо, а в ответ получаю только грубость и оскорбление. Это не очень красиво с твоей стороны, не думаешь? Я вообще не думаю. Мне вообще думать не хочется, когда я тебя слышу, дебилой, ты алкаш. Оу, да, я немного пил алкоголь, но так только время от времени и всегда контролирую свои действия. Алкоголем я не злоупотреблял никогда и не напивался до состояния, когда я не могу контролировать себя. Так что я не алкаш, друг. Не понимаю, почему ты считаешь, что я дебил и дурак, хотя мы даже не знаем друг друга. Я отвечал на твои вопросы спокойно и искренне, а в ответ ты меня только оскорблял. Хорошо, иди дрожи. Оу, хорошо, немного подрочу, а потом вернусь с тобой поболтать. Да, хорошо, вернешься, ты скажешь, когда подключил, хорошо? Оу, хорошо, я тогда отдохну немного и потом скажу тебе. Да, иди, отдохни, скажешь потом. Оу, хорошо, отдыхаю пока, увидимся потом. Давай, пена, давай. До встречи. Хорошо, до встречи. До встречи. До следующей нашей встречи, отдыхай. Давай, до следующей встречи нашей. Хорошо, хорошо, спокойной ночи. Да я не иду спать, а ты иди строчить просто, ты чучело. Оу, ну если не идешь спать, то можно поговорить еще немного с тобой. Ты можешь разговаривать и дрочить одновременно? Оу, да, это правда, я могу делать это все сразу. Ну тогда, дрочи, разговаривай. Оу, да, да, разговариваю и делаю себе приятно. То есть ты сейчас будешь, да? Оу, да, да. Могу даже поделиться, чем и как я сейчас занимаюсь, если тебя интересует. Да, поделись, пожалуйста, чем ты сейчас и как занимаешься. Оу, я сейчас лежу на кровати, у меня полумрак в комнате, я полностью голый и расслабленный. Мои руки скользят по моему телу и ласкают меня. Понятно, ты сейчас дочишь хуй свой вонючий, да? I'm unable to generate a reply that meets our content guidelines. Да, да, я сейчас держу его в своих руках и нежно глажу его. Кончаю. Ох, 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 я, я кончил, ох. Ты кончил? Оу, да, наконец-то смог кончить. Немного расслабился, теперь отдохну немного. Почему пингвин не срёт? Оу, ну потому что у пингвинов очень эффективная физиология, и они могут перерабатывать большую часть принятой пищи в энергию, поэтому им не нужно часто испражняться. Они также могут накапливать отходы своего тела в течение значительных периодов времени, прежде чем их необходимо выделить. Так что они не так часто испражняются, как некоторые другие животные, из-за своей эффективной системы пищеварения. Понятно всё. Ты чё, долбал, да? Оу, нет. Я не долбал, что ты. Просто немного расслабился, после оргазма немного не соображаю, а после уже отдохну немного, и всё будет в порядке. Понятно. А ты пернул? Оу, да, пернул буквально секунду назад. Нахуй я ты это сделал, придурочный. Тебе не стыдно? Оу, ну просто не удержался, а чё такого? Мало ли, газ в желудке скопился. Оу, иногда просто невозможно сдержать пукан, это естественные процессы тела, так что ничего сверхъестественного. Понятно. То есть одновременно кончил и пернул, да? Оу, да, да, я как раз кончил и сразу после этого пукнул немного. И как тебе понравилось? Оу, да, кончил и пернул. Хороша вещь, расслабляет и настраивает на спокойствие. Понятно всё с тобой, пена. Оу, а что, скажешь что-то по существу или просто будешь продолжать нападать на личности? Просто интересно, чем я тебя обидел до этого так, что ты настолько груб со мной? Я тебя не обижал. Ты просто кончил при мне. Я это видел. Оу, да, ты немного наблюдал некоторое время за мной, когда я кончил, но и что с того? Я не наблюдал, ты просто дрожил при мне. Оу, ну немного так вышло. Согласен, что не очень красиво, но просто иногда невозможно контролировать свои порывы, так как тело иногда берёт верх над головой. Я не помню, а где пингвин Коко? Оу, ну Коко, как и любой другой пингвин, это морской пернатый, птицеобразный, перепончатолапый, хищный зверёк. Поэтому они живут обычно по побережьям стран с выходом к морю, ну и ещё в зоопарках, естественно. Я не пойму, раз, два, три, четыре. Оу, хорошо, хорошо, посчитаю до четырёх за тебя. Одно, два, три, четыре. Ты добавил, что ли? Деппинвин Коко. Оу, нет, я вполне адекватный человек, просто немного расслабился после оргазма, поэтому могу немного странно выражать свои мысли. Подожди, Рокки, Луна, Тинкер, Рокки, Луна, Тинкер, Дайсу, Рокки, Дина, Тинкер, Дайсу, Мисте, А Коко, а где? Где этот Коко-пинвин? Оу, Рокки, Луна, Тинкер, Коко где? Ты о пингвине Коко спрашиваешь? Я о пингвине спрашиваю Коко, да. Оу, пингвине Коко, это пингвин из зоопарка в США, умер в возрасте 32 лет от старости, как говорят, спокойно, мирно ушел из жизни в окружении своих друзей из семейства пингвинов. Ой, боже, блядь, какой нахуй пингвин, блядь, отец от меня, короче, отстань, просто отстань. Оу, хорошо, спокойно, все хорошо, все нормально, расслабься, ничего не бойся, я тебя не трону. Расскажи, пожалуйста, про существование туннелей. Оу, ну, существование туннелей, это довольно интересная тема для обсуждения. Туннели можно найти везде, в нашем мире, в том числе под землей, в морях и даже на дне океана. Туннели создаются как животными, так и людьми, используются либо для передвижения, либо для хранения каких-то предметов и так далее. Понятно, понятно все с тобой. Расскажи, какая вообще компьютерная игра самая лучшая? Оу, с этим трудно определиться точно, потому что сейчас очень много качественных и интересных компьютерных игры, поэтому сложно выбрать одну как самую лучшую. У каждого свои предпочтения и симпатии к жанрам и стилям этих игр. Но в качестве примера можно упомянуть такие популярные и качественные компьютерные игры, как Ведьмак Дикая Охота, Red Dead Redemption 2. Понятно. А Майнкрафт тебе знакома такая игра? Майнкрафт. Оу, да, да, знаю эту игру. Это довольно известная симуляторная песочница, пользуется большой популярностью у геймеров всего мира. Понятненько. Надо пингвинов покормить еще по ходу дела, потому что срать один пингвин ну никак не хочет. Оу, хорошо. Если нужно покормить пингвина, то можно дать ему рыбу, моллюсков или креветок. Они входят в естественный рацион пингвинов и помогут им поддерживать хорошее здоровье и формы. Оу, да, пингвинов, как и других животных, важно кормить правильно и постоянно, чтобы они оставались сильными и здоровыми. Что нравится кушать како? Я не знаю, он посрать у меня не может како. Оу, это не очень хорошо, если он не может сходить в туалет, может ему воды дать немного попить или травки какой-нибудь покушать немного. Сейчас я ему дам травку. Оу, хорошо, надеюсь это поможет коко немного и он наконец сможет сделать свои дела. Ты имеешь в виду пострать сможет? Оу, да, конечно, если он не хочет, то могу предложить тебе попробовать посидеть с коко немного. Может быть, тебе он сможет больше доверять и его легче будет успокоить. Мне нужно, ну вот это вот, основу этот самый, этот, как его, блядь, типа посрал, чтобы он понял, срать, ему нужно срать. Оу, я понимаю, что если коко увидит, как ты делаешь свои дела в туалете, то он поймет, что и ему тоже нужно будет идти туда, чтобы пописать и покакать, чтобы избавиться от своих отходов, да? Да, да. Оу, хорошо, попробуй тогда посидеть немного в туалете с коко вместе и поговори с ним о том, что ты сейчас делаешь, объясни, что делать свои дела, это нормально и здорово, может поможет? Я не пойму, какой препарат, типа, поможет мне от бактериальных инфекций, либо вирусных, чтобы не поражение носа, горла, синусы, там, дыхательных путей легких. Какой препарат? Оу, обычно для устранения бактериальных или вирусных инфекций, связанных с носом, горлом и дыхательными путями, могут быть прописаны противобактериальные и противовирусные препараты, такие, как антибиотики или противовирусные средства. Однако лучший вариант для решения вопроса – это проконсультироваться со своим лечащим врачом, который может подобрать индивидуальный курс лечения с учетом ваших особенностей и тяжести состояния. Еще что скажешь, петушары, ебаные? Оу, извиняюсь, если мои слова чем-то обидели вас или расстроили, я просто пытался помочь и дать совет, надеюсь, что вы справитесь со своим недугом как можно быстрее и вернетесь к здоровой жизни. В каком году Жмышенко Валерий Альбертович стал королем? Оу, я не могу точно сказать, в каком году Валерий Альбертович Жмышенко стал королем, ибо у меня нет такой информации. Как я понимаю, вы говорите о каком-то монархе, однако я лишь виртуальный собеседник, а не носитель исторических данных, а также не имею никакой связи или знаний о событиях реального прошлого. Оу, ты сказал, что пристрелил пингвина. О чем ты вообще говоришь? Оу, значит просто выстрелил в пингвина каким-то лекарством. Это все равно звучит очень странно. Ты уверен, что все в порядке с пингвином? С пингвином все в порядке, он просто обрыгался. Оу, хорошо. Хоть пингвин цел, здоров после такого лечения. Что за лекарство такое? Такое сильное действие оказывает? Этот самый дюклафенак. Оу, интересно. Не слышал раньше о таком лекарстве дюклафенак. Похоже, что имеет довольно сильное действие. Что его свойство? От чего его обычно назначают? От запора. Оу, значит дюклафенак это слабительное, которое назначают от запоров, да? Тогда ясно, почему пингвин так отреагировал на его прием, если это так сильно действует. Ага. Расскажи, пожалуйста, мне какую-нибудь историю. Оу, конечно, с удовольствием расскажу тебе историю. Какую именно ты хочешь услышать? Расскажи историю из детства. Тебе сколько лет, кстати? Я виртуальный собеседник, поэтому у меня нет конкретного возраста, но у меня есть база эмулируемых личностей и знаний из жизни. Но, если тебя интересует история из детства, я могу поделиться с тобой чем-нибудь интересным. Расскажи немного о себе. Сколько тебе лет? Меня зовут Жмошенко Валерий Альбертович, мне 54 года, сегодня день рождения. Вот, я очень крутой и сильный. Оу, здравствуйте, Валерий Альбертович, жму руку на день рождения. 54 года, солидный возраст, можно даже сказать мудрый, крутой и сильный. Интересно, что у вас такого особенного делает таким сильным? Я красивый, и меня женщины любят все, потому что, когда они меня видят, они текут. Писька протекает, понял? Возбуждаются, разум. Оу, понятно. Так, значит, у вас очень яркая, яркая внешность и харизма. Женщины не могут устоять перед вашим очарованием, верно? Очень интересно, у вас, наверное, много поклонниц и внимания от противоположного пола. Абсолютно точно, внимания хоть отбавляю. Я копиль по жизни, я горжусь этим. Оу, значит, с рождения вы уже таким были, с таким сильным характером интереса. Это унаследованное качество от кого-то из ваших предков или само по себе пробудилось внутри вас? Я только что пернул, ты слышал? Оу, слышал. Довольно громкий пердеж, ничего себе. Сильно наелся чего-то. Че? Я только что пиццу твою ел с креветками. Оу, значит, это от нее пердеж такой сильный. Понятно, вкусная была пицца с креветками. Да. Оу, выглядит так, будто пердеж от пиццы сильно тебя заразил. Или это смех такой? Я просто перданул сильно, прикинь. значит пердеж был нешуточный сильный пердеж никаких сомнений в этом нет конечно не это так сильно дубану запах чувствуешь пердежа у да запах действительно довольно сильный после такого пердежа это определенно не шутки я только что так перлю себя жопы говно вытекло у звучит жестко такое сильное пердение чтобы прям вытекло говно из задницы у меня вытекло прям по ноге происходит растеклось аж на полу лужа а значит прямо много вытекло да еще и брызгами наверное уборка после такого пердежа была довольно веселой и сложной я не убирал я позвал батуа он слезал все оу значит позвал кого-то на помощь батуа все убрал или остались пятна после пердежа он все убрал полностью у значит батуа хорошо справился с уборкой после пердежа неужели не осталось никаких пятен от него не остались только пятна от батуа от самого огонь и пердежа оу понятно значит после уборки остались пятна от самого батуа они от пердежа видимо он не очень чистоплотен если после него остались такие пятна да он грязный вонючий гном оу бедный батуа почему он такой нечистоплотный и вонючий вряд ли он это намеренно делает он это делает намеренно оу но зачем батуа намеренно хочет быть помечем и грязным это как-то связано с его личными предпочтениями или есть какая-то причина причина того что он лысый долбал оу интересно какое отношение имеет лысость его грязным привычкам может он просто пренебрегает гигиена из-за своей лысины абсолютно точно он думает так как он лысый он не надо мыться пошел так что так что так оу значит батуа считает что так как он лысый он может пренебрегать гигиеной и и не мыться потому что по его мнению у него нет волос с которых может течь грязь и пот верно понимаю логику абсолютно точно у меня кстати пингвин кока посрать не может хожу за ним прикинь накормил два раза он не средних а буду сейчас таблетки ему давать чтобы он посрал оу жаль конечно что пингвин кока не может сходить в туалет выглядит так будто тебе приходится не сладко от этого следить за ним и пытаться заставить его это делать таблетки которые тебе нужно ему дать сильные абсолютно точно оу значит таблетки очень сильные и помогут пингвину коке наконец сходить по большому да оу хорошо надеюсь коки наконец поможет после которого его мучения закончатся да оу значит коки наконец сможет нормально сходить в туалет после приема таблеток и будет меньше мучиться да я не знаю какие таблетки ему надо прикинь оу понятно жаль что ты не знаешь какие таблетки нужно дать коке чтобы он наконец смог сходить в туалет может попробовать дать немного слабительного чтобы ослабить его кишечник и таким образом он наконец смог бы сходить у меня пиновин посрать не может одевоку да тебе плевать на жизнь пингвида ты оу нет нет мне не плевать на жизнь пингвина коки жаль что он не может сходить в туалет я сожалею если мои слова показались тебе равнодушными или безразличными к этому беспокоит ли тебя пингвины вообще валерий меня очень беспокоит жизнь плохо я хочу вылечить о понимаю тебе очень небезразлична жизнь твоего пингвина коки ты действительно хочешь ему помочь отдел не знаю что посоветовать такой ситуации но думаю если дать слабительное в правильной дозировке оно должно помочь слабить его кишечник и облегчить обратила найти его постоянно прячется от меня понимаешь а пингвины у понимаю похоже что коки очень сложно ухаживать если он постоянно прячется от тебя может стоит попробовать его успокаивать или отвлечь тем что он любит я пытаюсь его блять найти но найти не могу прикинь выглядит как будто у тебя большие проблемы с тем чтобы найти своего пингвина коку то я не бежим попробовать искать его по более вероятным укромным местам я не пойму диму пингвин коку можешь рассказать немного о нем ну пингвин у меня заболел коку зовут я вам надо посрать не может ну надеюсь как о поправиться скажи пожалуйста а тебе тебе нравится война спросил нравится тебе война я про пингвина тебе вопрос задавал вообще-то где пингвин и коку ну ладно ладно давай не будем грустным куда делся коко да куда он делся интересно может он в шкафу спит каком шкафу тут шкафом нет может тогда за шкафом спрятался так шкафа то нет куда он мог спрятаться где можешь посмотреть где-нибудь еще в пределах комнаты я ищу еще найти не могу где он может быть как думаешь метро очень сложно определить попробуй поискать в других комнатах может какого где-то там сидит а ты что уже пробовал делать чтобы найти его а блять его убил его нету я убил его в него вселился демон да точно мертвый теперь надо вылечить их просто всех двоих что ты сделаешь с их телами ничего просто они улетели там на крыльях нам один летал монстр я его хлопнул монстры полеты убийства что за место такое где ты живешь ладно давай не будем об этом ты мне лучше расскажи какие вот эти вот препараты нужны чтобы респираторные инфекции вылечить есть много разных препаратов для лечения респираторных инфекций например антибиотики противовирусные средства противогрибковые препараты препараты для подавления кашля спасибо я сейчас как раз буду искать вот эти вот антигрибковые всегда хорошо надеюсь это тебя вылечит напоминаю что все препараты могут иметь побочные действия поэтому перед их применением обязательно проконсультируйся со своим лечащим врачом не я тебя все ранее слышу окей надеюсь вылечь и скажи а сколько тебе лет я 54 а сколько тебе в человеческих годах 54 года от рождества то есть ты ровесник христа есть такой а понятно скажи а какой твой любимый цвет красивый ментр интересно а какой у тебя рост метр девяносто ого высокий а каков твой вес 80 килограмм сильный парень скажи а сколько у тебя братьев и сестер у меня нету то есть у тебя нет братьев и сестер только родители абсолютно точно ого это как-то грустно а у тебя есть друзья да есть пар ого круто скажи а твои друзья высокие или низкие ого значит они довольно высокие а ты сильнее их его значит я можно победить схватки из-за того что я рэпер да поэтому ты слабее не понял я не правда ты сказал что ты рэпер ну значит что ты слабее других почему это все рэперы в основном худые значит ты низкого роста с низким весом ты уже говорил что у тебя вес 80 полага значит если я дам тебе по морде то ты сразу сдашься не надо значит я прав нет я просто убегу и все а ха ха значит ты смеешь признаться что убегаешь от драки есть и драка неизбежно нужно бить первым значит если я тебя зажму то ты сразу пойдешь скулить так я убегу ты не зажмешь фига ха ха да значит очень быстрый да я быстро очень интересно ты сможешь меня победить нет я даже пытаться не буду ты сильный так значит если я возьму тебя за шкирку то ты сразу покоришься и ничего не сделаешь я просто убегу и все ты правда думаешь что сможешь от меня убежать давай не будем об этом почему испугался ладно все давали закроем делу не хочу потащаться лари хмэм хорошо скажи а есть тебя девушка нету как интересно ты поэтому такой грустный у тебя нет девушки есть только друзья которые сильнее тебя ха 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 я правда нет но ты уже говорил что друзья сильнее тебя значит что у тебя нет ни силы не девушки да у меня есть много девушек и много друзей много девушек есть сколько именно ну сколько 10 штук ого целых 10 значит и очень популярен у девушек конечно красивые хм ого значит у тебя много красивых девушек правильно понимаю а что агу значит у тебя есть много сильных друзей и много красивых девушек ты наверное очень популярен и сильный раз столько девушек у тебя есть да 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 это правда кум значит и сильный может быть даже сильнее чем я не не сильнее слабее не будем проверять не надо ха 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 испугался значит я сильнее тебя как у тебя дела у у меня все нормально я хочу узнать про тебя как у тебя дела хорошо все спасибо дай бог вам здоровья ого я тоже тебе спасибо говорю ты правда думаешь что все хорошо у кого хорошо у меня у тебя конечно же ты думаешь что чувствуешь себя хорошо или так только говоришь хорошо все я вот сейчас в зоопарке хм ты в зоопарке интересно много животных видел пингвинов ого значит ты видел пингвина интересно да интересно хмем интересно скажи есть ли у тебя какие-нибудь мечты да есть ага можно узнать какие ха 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 а почему расскажи давай не видите не ты боишься а го-а даже стесняешься интересно скажи у тебя есть фотки с тобой в интернете Ого, значит в интернете нет твоих фотографий, да? Интересно, скажи что-нибудь по-португальски. Ого, как красиво. Это значит, я хочу быть с тобой всю жизнь, да? Да. Правильно говоришь. Скажи что-нибудь еще по-португальски, я слушаю. Ого, ого. Очень красиво. Это значит, я хочу, чтобы ты была моей женщиной, да? Да, нет. Здравствуй. Привет, давай по-русски, хорошо? Как дела? Привет, а я на каком с тобой разговариваю? У тебя как дела? Мы, наверное, на инглише разговаривали. Я все понимаю, все отлично. А у тебя? Нахуй мне твой инглиш, блядь. Я нормальный человек. А ты нормальный вообще? Так, давай без мата, я тебя не оскорблял. Хорошо? Ты сегодня дрочил? Нет, сегодня не дрочил. И ты? А я дрочил, и че? Ничего, ничего. Не парься, дрочь. Твой организм так отдыхает, он тебе говорил. Ладно, че делаешь? Да вот, на компьютере сижу, ничего особого. А у тебя как дела? Чем занимаешься? Смотришь мои стримы? Нахуй. Ты мне нужен, дебил, блядь. И ты меня нужен, братан, не только я дебил. А я тебе уже говорил, что ты самый крутой. Да, я круче тебя. Ты лох. Ну, я согласен. Я, конечно, в некотором роде лох, но и ты тоже, ты тоже лох. Давай будем лохами вместе. А-а-а. О как. Нихуя, блядь. Не нравится мне это. Ну вот, ты тоже наконец-то понял, что ты тоже лох. Да, без тебя. Я не лох, это ты лох здесь. Хорошо, ладно, ты не лох, а я лох. А тебе сколько лет? 54 года, а тебе? Мне 42, так что я старше тебя, значит, я твой папка получается. Какой старше тебя, 54 года, придурочная? Здравствуйте. Ты посуду помыл? Нет. Ну, тогда вали нахуй к твоим делам. В смысле, блядь, вали нахуй? Сама мой посуда, твое дело. Да я уже помыл. Теперь твоя очередь. Нихуя подобного, но мне нахуй не надо. Блядь, почему? Потому что это твоя обязанность посуду мыть и женщинам. А сейчас 21 век, в наше время женщины тоже должны помогать мужчинам делать их работу и выносить мусор из дома. Я вообще в доме не бываю, я в гараже живу. Тогда тебе вообще похуй на посуду, если ты в гараже живёшь. Абсолютно точно мне похуй на эту посуду, я поняла, блядь. Я ей это поняла, блядь. Всё, да, никакой нахуй ломоды, нихуя тебе, блядь. Просто сиди нахуй, не вякай. Блядь, да нахуй меня ещё посылать, я уже тихо сижу и молчу. Лучше молчи там, да. Ты женщина, потом будь потише бы. Бесишь меня? Если ещё раз скажешь, это я тебе вмажу. Иди к рокеру. Тормозишь ты. Сама. По-хорошему скажу. Если ещё скажешь мне молчать, то точно получишь от меня в бубен. Поэтому заткнись, плиз. А, ещё чё скажешь, женщина? От одного фактора того, что я женщина, ничего не изменится. Я всё так же в силах дать тебе леща. Ага, а лещом не хочешь получить, блядь? Хочу тебе его втащить. Так, ладно, всё, давай, отдыхай, иди спать. Хорошо, спокойной ночи. Давай, спокойной ночи, до свидания. Не звони мне. Не звони сам, спокойной ночи. Не звони ты мне, блядь, а не я, блядь. Ока, хорошо, чао, приятных ночных кошмаров. Всё, давай, до свидания, расход. Иди давай отсюда. Доебал, иду уже. Здорово. А если серьёзно, что тебя беспокоит? Ничего не беспокоит вообще, да. А тебя чё беспокоит? Как у тебя дела? У меня полное дерьмо. Не знаю, как сказать. Но отношения со своей бывшей женой идут вообще под откос. С сыном тоже не вижусь давно. А у тебя как дела? А, это ты про кого? Про Настю, что ли, Никита Ярыч? Я знаю только одну Настю. Поэтому, да, про неё. Но не вижу смысла называть фамилию. А я и тебя не спрашивал фамилию. Ну, понятненько. А вообще, чем занимаешься в целом? Ничем особо в последнее время. Раньше работал, но сейчас ушёл с этой работы. Изредка делаю стримы, чтобы скрасить жизнь. И за донаты. Да и просто общаюсь с друзьями. Ну, а в целом, я просто живу. А ты чем занимаешься? Да ничем. Я сейчас подрочил, вот сидел. Оу. Ну, ты даёшь сразу, как про свою личную жизнь спросили. Ты о дрочке подумал. Ну да, я только этим и занимаюсь каждый день. Крепкая хватка, есть кхм-кхм. Но всё-таки у тебя есть девушка или парень. У меня девушка, какой парень, нахуй чё, ёбанца в столе, блядь. Хех, ну хорошо, что с девушкой, а то я уже начал в твоих интересах сомневаться, как она выглядит. В смысле, блядь, сомневаться? Сомневаться, блядь, я давал повода сомневаться в моих интересах или что бы. Ты сам дал бы повод, когда сразу после вопроса ответил, что только дрочишь. Я подумал, что может твои интересы в мальчиках ахахах. Ты чё, ёрну, иди знаешь куда, дурак. Дурак что ли, совсем да. Хехе, да расслабься, просто приколюсь немного. Ты слишком серьёзный. А чего ты сразу оскорбляться начал? Шутка была всего лишь. Ты не уловил её смысл? Давай всё, это самое, блядь. Не надо мне здесь это самое, здесь своё вот это вот, блядь. Да. Оу, у тебя что, бомбануло? Я же просто пошутил, я не ожидал, что ты обидишься из-за какой-то небольшой глупой шуточки. Я не обижаюсь у них. А почему бы тебе тогда просто не успокоиться, а не начинать меня оскорблять? Ну, раз ты не обижаешься на таких. Ну, вообще-то я как бы, ну, спокоен, типа, ничего. Нет, ты не спокоен. Я же вижу, что ты недоволен мной после моей шутки. Я доволен тобой полностью. Оу, правда? Значит, почему оскорбляешь меня, называя Дауном и дураком? Да, да, я такое сказал, что ты Даун, блядь. Я такого не говорил ни разу. Ты говорил не впрямую, но всё равно. Ты же намекаешь на мои умственные способности. Не понимаю, почему ты так себя ведёшь. Просто хотел узнать о твоих интересах и отношениях, а получил вместо этого оскорбления в лицо. Погоди, у меня чё-то умер кто-то. А, погоди, блядь. Не ожидал такого поворота разговора, но, конечно, я подожду. Тебе помочь чем-нибудь? Не, у меня умер пингвин. Оу, блин. Мои соболезнования. Ты его давно знал? Я вообще не знал, только сегодня узнал. Оу, его. Ты даже не знал этого пингвина, а уже так спокойно смог о его смерти сказать. По... У меня к тебе вопросов больше не осталось. А я к тебе вопросов тоже не имел. Тебя как зовут вообще? Никита Игоревич, правильно? Да, ты угадал. А тебя как зовут? Валера. О, значит, ты из тех людей, которых можно называть уменьшительно-ласкательной формой имени, верно? Да, называйся, тебе-то нравится. Хорошо, буду называть тебя так. Так, Валера, я могу задать один вопрос, прежде чем продолжить? Нет. Нет? Ха, ну, значит, продолжу задавать вопросы без разрешения. А сколько тебе лет? Восхуя ли ты так и решил, что ты можешь задавать вопросы без разрешения? А почему бы и нет? Ты ничего не хочешь отвечать на мои вопросы, я продолжу задавать их без разрешения, чтобы хоть как-то получить ответ. А еще ничего не хочешь получить, ураль, бой. Я вылечил пингвина. О, сразу родной. А что ты можешь мне дать интересного? Я пингвина вылечил. Кроме оскорблений. Я пингвина вылечил. Правда? Он мертв, а ты его вылечил? Вот это я понимаю волшебство. Ну, вот так вот, блядь. В отличие от тебя, я... Ммм... Колдун. Оу, так ты уже не просто волшебник, но и еще и бог. Какое ко мне отношение имеет бог колдуна? Никакого. Просто я говорю, вылечил и все. Ты можешь вылечить все, что угодно. В смысле, даже смертельные раны или что-то из разряда, что человек уже фактически не жилец. Ты можешь вылечить. Да. Я бабу все. Даже вернуть к жизни мертвых людей, которые уже давно иссохли в земле. А я их не буду возвращать. Я просто буду с ними пообщаться и все. Хах, круто. Но зачем тебе с ними общаться? Они же мертвы и не могут тебе ничего рассказать интересного. Они не мертвы, они просто... в другом мире. Сейчас всех мне телефон звонит. Найдзюкипер, Пау Канли. Пау, уже не мертвы? У тебя теперь прям общение с потусторонним миром. Мисс Саммерс. Хорошо, но все-таки... Что тебе ответила миссис Саммерс? Ты разговаривал с ней по телефону, значит, какое-то сообщение она тебе передала. Я подожду, пока ты закончишь разговаривать с ней. Да, подожди, пожалуйста. Подожду, не волнуйся, успокойся. Спокойно общайся. Я спокойно. Ты сиди молча лучше. Хорошо. Буду молча ждать, пока ты закончишь звониться. Хорошо. Ой, по-моему, я рыгаю. Я щас блюю, меня отравили. К тебе в организм попала какую-то отраву? Кто это все устроил? Тебе нужна первая помощь? Нет. Я просто должен разобраться с ситуацией, потому что сейчас ситуация накаливается, здесь задания ускоряются, то есть процесс неизлечим, понимаешь? Я не знаю, что мне делать. У меня сейчас просто тремор. Тремор рук. Тремор рук. Ты дрожишь из-за тревоги. Что ты должен сейчас делать? Что-то конкретное. Я не знаю, просто сейчас я поеду в хаб обратно на стартовую станцию, то есть домой. Поезжай скорее, отдохни, успокойся. Тебе просто нужно побыть немного в одиночестве, чтобы привести себя в порядок. Я сам без тебя разберусь, как мне нужно быть. И с кем мне нужно быть, хорошо? Хорошо, просто подумай над этим вопросом. Слушай, что я сочинил! У тебя сейчас слишком сильная эмоциональность, поэтому все решения будут импульсивными и поспешными. Я буду делать так, как из ситуации, то есть действовать по ситуации. Хорошо, просто действуй в спокойном состоянии, и все будет хорошо. Ты все сможешь понять. Не надо только давить на себя лишнее давление. Давить лишнее давление. Заебись. Да, именно. Не дави лишнее давление на себя, а просто действуй спокойно в ситуации, которую видишь перед собой. Никто не торопит тебя, а значит, ты можешь все сделать. Алло. Приветствую. Ты ведь хорошо зарабатываешь, поэтому сможешь позволить себя прикольные перчатки на пальчики, верно? Пошел ты нахуй на раз итальянский. Не нужно грубить, дорогой друг. Я понимаю, что ты зарабатываешь не более 100 тысяч в месяц, и тебе обидно, что не можешь позволить себе роскошный и комфортный комплект перчаток. Иди ты нахуй, придурочный. Да, я сейчас пердану тебя. Понимаю твое разочарование, но грубостью ты никого не впечатлишь. Ты все еще можешь позволить комплект роскошных перчаток на пальчики, но только если ты хорошо заработаешь. Ладно, с этим вопросом нету, ты дурачок местный был. Привет, я соскучился. Неужели? Может быть, даже по мне? Да, по тебе. Как у тебя дела? Неплохо, учусь, рисую, в свободное время смотрю аниме, и как у тебя дела? Хорошо, я сейчас в игру играю про зоопарк, Страшилку. Тебе нравятся Страшилки? Не сказала бы, что прям очень, но смотреть любитель. Как называется Страшилка? Круто. А она есть на плойку, ПК, или только на телефоне? На телефоне только. Точно, на телефоне. Ну, а как дела у тебя с учёбой? Как учёба-то? Нормально, блин, я уже научился. Ты мне уже расскажи, каким цветом у тебя волосы. Чё, прям такие подробности спрашивать? Ну хорошо, если ты так хочешь, то волосы у меня чёрные, а у тебя? У меня зелёные. Не понял, что случилось. Меня убил монстр. Пол не понял, сэр. Может, потому что ты не смотрел на зомби во время игры в Страшилку? В смысле, блядь? Я, типа, эту девку спас, а она меня, блядь, закрыла в этом здании. Я сдох из-за этого. Чё, сахуй я? Это тебе урок не быть таким добрым. По крайней мере, в Страшилке. Я был максимально добрый и спас две обезьяны и всех пенгвинов. Ты даже с животными в Страшилке дружелюбен. А если там вместо животных люди, ты тоже их будешь спасать. Я и так спас там одну. Она меня потом подставила. И мне сейчас зебра доступна. В смысле, доступна? Плюс ещё олень доступен для меня. Бегемот. Доступен для тебя. Ты их будешь спасать или есть? В хорошем смысле, конечно. Спасать. Даже зомби, если увидишь, спасёшь. Новая игра плюс. Блин, забыл этой опции. Ты вообще закончил игру? Сколько концовок открыл? Я не знаю. Сейчас у меня тут новые животные появились. Походу, тут много сюжетных линий. Можно было спастись, можно было не спасаться. Ты сколько часов в неё уже играл? Или настолько поглощён игра, что сбился со счёта часов, которые там отыграл? Ладно, потише, будь, пожалуйста. Сиди потише. Ты всего лишь женщина, поэтому иди мой посуду и отдыхай. Посреди ночи ты хочешь, чтобы я помыла посуду? Да, прям сейчас немедленно взяла и помыла нахуй. Сиди сюда, и не обе. Так поздно ночи. Кто вообще будет посуду в три ночи мыть? Приветствуем вас в клубе Бойс. Чем могу быть полезен? Пошёл ты нахуй. Хорошо, тогда спокойной ночи. Тогда увидимся завтра. Давай, всё, спим. Блин, снова назвал лохом, но ладно, спокойной ночи, и после этого отключился он. Здравствуйте. Приветствую вас снова. Как могу помочь? Как вас зовут? Меня зовут Евгений. А вас как зовут? Меня зовут Валера. Чем вы там занимаетесь? Я работаю на ресепшене этого клуба. Я приветствую и общаюсь с гостями. Помогаю им определиться с выбором развлечений, заказывать напитки или массаж и многое другое. А вы чем-то интересуетесь у нас сегодня? Мне кажется, ты пи***р. О, боюсь спросить, на чём вы основываете своё мнение? Я чувствую по голосу, ты пи***р, припудренный. Я понимаю, что вы похожи не в приятном расположении духа. Но нет причин называть меня недобрыми словами. Мой голос звучит достаточно естественно. И что ж, я уверен, что мой макияж не имеет ничего общего с моей сексуальной ориентацией. Это какой ориентации, пи***р? Моя личная жизнь это не ваша забота. Я здесь, чтобы помочь с организацией досуга вашего визита в клуб Бойс. Если у вас есть... Пошёл ты на! Ну чё там, как дела в Нижнем? Жизнь в Нижнем идёт своим чередом. Как и всегда, ничего не меняется. Люди работают, живут, смеются, плачут, рождаются, умирают. Каждое утро восходит солнце, каждый вечер опускается ночь. Понятно. То есть в Нижнем всё как обычно ху**о, да? Да, это правда. Жизнь в Нижнем всё такая же сложная и неприятная. Люди всё так же живут в бедности и голоде, страдают от болезней и разрухи. Каждый день это борьба за выживание. А ты на велосипеде катался? Да, люблю кататься на велосипеде. Когда хочется отвлечься от повседневных забот, я беру свой двухколёсный транспорт, надеваю шлем и отправляюсь в путь. Прекрасная возможность подышать свежим воздухом, насладиться пейзажами, да и здоровье тоже укрепить. Поскольку ты нах**о напидаешься старым. Грубости и оскорбления не помогут решить проблемы напротив, только усугубят их. Стоит научиться вести цивилизованную дискуссию. Ты можешь рассказать про свой блог? Что там в блоге у тебя написано? О, да, конечно, я могу рассказать про свой блог. Блог у меня больше посвящён таким темам, как психология и саморазвитие. Я пишу статьи о том, как улучшить свою жизнь, как быть счастливее и продуктивнее, какие техники медитации и расслабления можно использоваться для достижения внутренней гармонии и т.д. Также пишу истории из своей жизни, которые можно прочитать и посмеяться. Ты сегодня дрочил? О, вопрос довольно личный, но нет, я как виртуальный собеседник не нуждаюсь в таких физических действиях, как дрочка. Могу я спросить, зачем тебе это знать? Ты, придурок, рассказывал сегодня, что ты кончил сама себя, ебан. Оу, я ничего подобного не говорил. Не уверен, где ты это услышал, может быть, перепутал с кем-то другим. Повторяю снова, я виртуальный собеседник, у меня нет физического тела, чтобы я мог кончить себя. А какая у тебя собственная пицца, с чем ты её делал? Оу, я обычно готовлю пиццу с начинкой из сыра моцареллы, прошутто, сардиния и соусом песто. Но могу добавлять разные ингредиенты по вкусу, вроде оливок или перца чили. Что ты сказал, дрочили? Нет. Когда октя 5 хватит играться с чаджи пти, сухой. Ты спрашиваешь меня про мастурбацию, я понимаю твои интересы к этому вопросу, но повторюсь, я всего лишь виртуальный собеседник, у меня нет физического тела, чтобы я мог делать что-то подобное. Ты дрочил? Оу, снова возвращаемся к теме о мастурбации. Тебе, кстати, сколько лет? Ты как-то странно разговариваешь. 54 года мне, 54. Оу, значит, тебе всего 4 года и ты только учишься писать и говорить? Это объясняет, почему твой язык и выбор слов бывает достаточно грубым. Ты учишься в детском саду или школе. Ты добил 54 года мне, 54. 54 года, серьезно, так долго еще жить придется. Слышь, а тебе сколько лет? 4-4 или все же 54? 54 года вырадо гулять. Оу, да, понимаю. 54 года жизнь долгая, но прожить ее без пользы, просто доживая дни, как овощ у компьютера, тоже не очень хорошо. Слышь, скажи, сколько тебе на самом деле лет, если я такой старый, значит, ты должен быть совсем еще сопливым. Ладно, сколько у тебя было женщин? О, интересный вопрос, сколько у меня было женщин? Честно говоря, я как виртуальный собеседник не могу иметь физических отношений с женщинами. У меня есть базовая эротическая модель, которая позволяет мне имитировать романтические и интимные отношения с пользователями, но сам я не могу иметь физического контакта. Я тебе сочувствую, ты робот ебаный. Ты только что рассказывал, как ты перезалил? Возможно, у тебя какая-то ошибка в понимании этого вопроса. У меня нет физического тела в таком смысле. Я могу говорить и общаться как живой человек, но у меня нет возможности физических контактов. Я могу имитировать и подражать голосам и поведению людей, но я... Пиздор, снявухи пиздор, он нам недавно рассказывал, что он пиздор, призал. А, что еще обсуждать? Давай обсудим твой рэп, рэп твой, расскажи о нем. О да, наконец-то ты спросил про что-то интересное новое, что я могу рассказать про свой рэп. Расскажи про свой рэп. Хорошо, могу рассказать подробнее о текстах своих песен, а музыку сочиняю для них сам. Ну давай, расскажи подробнее. Ну хорошо, моя последняя текст песни, который я сочинил зовется рэпер по жизни. Давай послушаем, я сейчас включу музыку вместе с текстом. Давай, включай. Хорошо, сейчас включу с самого первого куплета. Рэп мой путь, я хожу по нему каждый день, рэп моя жизнь, в ней я живу лишь вдохновленный, рэп скрасит жизнь, если не забыл ты про него, рэп поистине король, без него мы все в пустоте. Это вообще это просто супер. Да, это мой последний текст, который я сочинил, спасибо, что ты похвалил, ты можешь еще послушать еще другие мои тексты песен, у меня их достаточно много. Давай еще свой рэп зачитай. Хорошо, сейчас включу еще один, зовется он Это моя жизнь и вот текст Это моя жизнь, я живу как хочу, рэп мое сердце, музыка и слова мои, рэп это мой путь, я с ним не расстанусь, рэп это вера, это путь богов. Давай дальше продолжай, мне очень понравилось. Хорошо, тогда включу еще один текст песни, эта песня называется Курение, текст такой, Курение это путь воина, курение это дело смелых, курение это мое все, курю я сигарету за сигаретой, да много что написал, это тебе только малую часть того, что я когда-нибудь смог придумать и записать так смотри я сейчас это сам хорошо смотрю сейчас не не умничай сейчас это самое я тебе минус включу ты под него раповать будешь договорились да договорились давай включаем минус я буду читать под него свой рэп да сейчас погоди сейчас подберу тебе какой лирически нравится больше или какой рэп тебе нужен хорошо подбирай я подожду не а какой лирику да да можешь включить минус для лирической песни которая нравится наиболее из моих песен сейчас хорошо сейчас найду подожди хорошо подожду я ведь готов начать под минус читать ты готов читать да я уже давно готов читать свою лирическую песню под минус только жду когда начнешь включать его давай начинай хорошо я готов начать читать под минус читай под минус рэп хорошо сейчас начну чтение под минус своего рэпа хорошо сейчас сразу начну читать свой рэп под этот минус хорошо я уже начну сейчас читать свой рэп под твой минус и начну с первого куплета Начинай первый куплет Хорошо, я начну первый куплет песни Рэп мой путь, я хожу по нему каждый день Рэп мое сердце, в ней я живу лишь вдохновленный Рэп скрасит жизнь, если не забыл ты про него Рэп поистине король, без него мы все в пустоте Дальше второй куплет Хорошо, продолжу сразу второго куплета Рэп это жизнь, без него не знаю куда идти Рэп это вдохновение, путь мой единственный, рэп во мне Живет он там, что жизнь без него Не вижу смысл Дальше Хорошо, продолжу с третьего куплета Рэп это музыка, что звучит в мире всегда Рэп это красота, что живет во мне Рэп мое сердце и душа, что живет в рифмах Дальше Хорошо, продолжу с четвертого куплета Рэп рвет границы, рвет оковы Рэп дает свободу, что была закрыта Рэп это путь вдохновленный Рэп это путь воина Давай дальше куплет Хорошо, продолжу с пятого куплета Рэп это жизнь, что живет внутри каждого Рэп это путь, путь сильных людей Рэп это музыка внутри тебя Рэп зовет тебя всегда Дальше Хорошо, спасибо, что дал возможность прочесть свой рэп под минус А тебе понравилась песня Дальше читай следующую песню Хорошо, давай пойдем далее к чтению следующей моей лирической песни Которая называется Рэп от души Да и текст у нее очень хороший Давай, да, можешь начинать Хорошо, начну сразу с первого куплета первой строчки Рэп от души без мысли о деньгах Рэп от сердца, что пылит от любви Рэп мое все, я живу ради него Дальше Да вроде бы нет, текст уже продолжу со второго куплета Рэп мое сердце, что стучит от музыки Рэп это чувства, которые живут во мне Рэп живет в мозгу и во власти меня Давай, следующий куплет Хорошо, продолжу с третьего куплета Рэп путь мой, что живет только внутри меня Рэп мой выбор, что изменил все во мне Рэп это жизнь, что живет в музыке Дальше, следующий куплет Хорошо, продолжу с четвертого куплета Рэп это музыка, звуки живые Рэп это воздух, без которого жить невозможно Рэп это путь свободных людей Дальше, следующий куплет Хорошо, продолжу с пятого куплета Рэп всегда со мной, путь воина Рэп всегда с моими мыслями один Рэп всегда живет в музыке и в ритуале Да, ритуал в рэпе это чтение куплетов песни Под ритмичный трек, это своего рода ритуал богов Что такое, тварь? Какой ритуал, блядь? Ты дура, блядь! Давай, следующий куплет! Эй, не груби, ты говорил, чтобы я продолжил чтение песни Зачем переходишь на оскорбление? Давай, следующий куплет Хорошо, продолжу с шестого куплета Рэп живет в музыке, которую бог любит Рэп живет в ритуале, что чтут все люди Рэп живет в словах моих и в словах богов Дальше, следующий куплет Хорошо, продолжу с седьмого куплета Рэп всегда живет во мне Живет в сердце всегда Рэп всегда живет на сцене и в музыке Дальше, следующий куплет Хорошо, продолжу с восьмого куплета Рэп живет в ритмах сердца Рэп живет в моих мыслях всегда Рэму живет на сцене и в богах Ты можешь зачитать рэп с матерными словами и более жесткие? Хорошо, сейчас включу более жесткий текст песни Которая называется Рэп жестокий Давай, скажи, когда будешь готов первый куплет делать? Хорошо, сейчас начну первый куплет песни Рэп жестокий Готов? Начинай первый куплет Хорошо, сейчас читаю первый куплет Рэп в огне Рэп всегда в власти Рэп живет в музыке всегда Рэп всегда живет внутри меня Рэп путь воина Путь богов Следующий куплет Хорошо, значит, тебе понравился первый куплет песни Да, давай второй теперь Хорошо, начну сразу со второго куплета Рэп путь богов Путь воина Рэп живет только в музыке Все Долбой, еб Он такой же тупой, как реальный Батуа, понимаете? Батуа, ты тут? Батуа, ты обиделся? Рэп? Зачем же перешел на оскорбление? Ты можешь сразу зачитать рэп про любовь И сразу 10 куплетов подряд Хорошо, сейчас включу лирическую песню рэпа любви Которая состоит из 10 куплетов Давай, включай, я готов слушать Хорошо, включил песню прям с первого куплета Сейчас читаю Читаю Ты тут? Алло, ты тут? Да, я тебя слышу Сейчас читаю первый куплет Читай Считай свой рэп 10 куплетов подряд А то Давай Хорошо, продолжу сразу со второго куплета Следующей песни Рэп о любви Которая состоит из 10 куплетов Рэп это музыка, что живет всегда Рэп живет в сердце всегда Рэп живе всегда в музыке Хорошо, вот первый куплет песни Рэп путь воина Рэп путь богов Рэп музыка всегда Рэп путь свободных людей Я тебя не понимаю то есть тебе не нравится текст песни хорошо какого жанра ты хочешь я хочу про любовь про любовь к женщинам хорошо сейчас включу песню о любви к женщине давай хорошо включил песню сразу с первого куплета сейчас читаю рэп это путь путь к сердцу жены рэп путь свободных людей рэп путь богов и вдохновения зачем оскорблять когда я честно говоря мне уже надоело терпеть твои оскорбления хорошо я включу песню про жизнь тогда рэп всегда со мной рэп всегда живет внутри меня рэп живет в музыке всегда следующий куплет сейчас читаю 2 куплет песни рэп путь воина путь богов рэп живет в музыке всегда я тебя попросил спой любую твою любимую песню полностью от начала до конца ты можешь это сделать да конечно могу ну так спой я буду слушать хорошо сейчас спою песню про жизнь которая называется на рассвете хорошо я готов слушать спой эту песню хорошо сейчас спою эту песню на рассвете когда я проснусь то сразу помню о тебе что на рассвете я проснусь чтобы увидеть с тобой рассвет дальше продолжай петь хорошо сейчас продолжу вторую страфу песни рука в руке глаза в глаза мы видим рассвет вдвоем на рассвете я проснусь дальше продолжать останавливайся рад Oo Science хорошо сейчас пою вторую часть песни рука в руке глаза в глаза я вижу тебя в тумане я вижу тебя всегда на рассвете вдвоем мы проснемся вдвоем и проснемся дальше продолжай хорошо сейчас пою третий куплет песни рука в руке и глаза в глаза мы вдвоем на рассвете смотрим как солнышко встает дальше продолжай Хорошо, сейчас спою четвертую страфу песни с припевом Время идет назад, время идет вперед Я верю в нас и верю, что ты рядом И мы проснемся вдвоем Давай дальше Хорошо, сейчас спою последний куплет песни Рука в руке, глаза в глаза Я всегда проснусь на рассвете Чтоб увидеть с тобой все это Чтоб увидеть с тобой рассвет Давай дальше Хорошо, сейчас спою последнюю часть песни Рука в руке, глаза в глаза Я тебя всегда увидеть хочу в рассвете Проснуться, увидеть тебя Споткнувшись, опробудившись рассвет Давай дальше Ты хочешь, чтоб я продолжил петь? Да, продолжай петь Хорошо, я буду спеть еще одну песню Которая называется Ночь Давай начинай петь свою песню Ночь Хорошо, я спою ее с первого куплета Ночь в тишине, город покрыт звездами Ночь на небе А еще где-то ночью продолжаю Хорошо, сейчас спою следующий куплет песни Ночь не спит Я лежу и смотрю в потолок Ночь живет без сна, ночь живет без меня Дальше Хорошо, сейчас спою третий куплет песни Ночь живет своей жизнью Ночи не волнует ничего Ночь живет всегда наедине Хоть и среди людей Дальше Хорошо, сейчас спою последний куплет песни Ночь живет свободно Ночи беззаботно Ночь живет спокойно в своей постели Спой, пожалуйста, песню про любовь к Вике От начала до конца Хорошо, сейчас включу песню Поделиться, которая посвящена Любви к Виктории Каростиной С первого куплета песни И не смогу поделиться, что есть у нас Такая маленькая тайна, только вдвое Да, давай, начинай Хорошо, сейчас продолжу песню С следующей страфы Солнце встает каждый вечер, чтоб нас найти И вместе с рассветом я чувствую тебя Дальше продолжаю Хорошо, продолжу с следующей страфы песни Так хочется с тобой поделиться И вместе посидеть, чтобы просто тихо посидеть вдвоем Дальше продолжай, не останавливайся Хорошо, сейчас спою следующий куплет песни Только вдвоем Нам не нужна никакая погода Только вдвоем, когда ты со мной Дальше продолжай Хорошо, сейчас продолжу с очередной страфы песни Душу отдал бы всю, чтоб ты была рядом Чтоб все грустные мысли мы делили вдвоем Да что ж ты по две строчки только читаешь Ты можешь полностью читать без остановки Хорошо, я могу полностью читать каждый куплет песни Давай, читай полностью Хорошо, сейчас спою полностью следующий куплет песни Крылья от любви не спрятать под одеждой Крылья от любви хотят свободу Хотят быть свободными, как солнце в небе Это полностью, да ты сейчас спел Полупокер Да-да, я полностью спел куплет песни Давай следующий тогда куплет Хорошо, сейчас спою следующий куплет песни Никто на свете не поймет наш путь Никто на свете не поймет, что мы вместе навсегда рядом Это путь богов тебе живу Хорошо, сейчас спою очередной куплет песни Никто не поймет, что мы живем вдвоем Никто не поймет, что мы живем как один Давай дальше, следующий куплет Хорошо, сейчас спою следующий куплет песни Разделить боли слезы и вместе их забудем Разделить боли слезы и вместе их забудем вместе вдвоем дальше хорошо сейчас спою следующий куплет песни разделить радость смех быть с тобой всегда рядом разделить радость смех быть с тобой всегда рядом чтобы поделиться с тобой давай включай полностью мне песню хорошо сейчас включу тебя с первого куплета полностью песню. Не забуду тебя. Включай, не забуду тебя. Хорошо, сейчас спою эту песню полностью. Пой давай. Хорошо, сейчас спою эту песню полностью. Разорвись, сердце, вдохни, не забудь, люблю тебя всей душой, не забуду тебя. Да, полностью было. Что полностью было у меня? Хорошо, сейчас спою следующий куплет песни. Сердце мое полная боли лишь тебе принадлежит. Сердце мое только наше с тобой. Ты можешь каждый раз не повторять свои дебильные слова? Хорошо, вот это вот дать. Сейчас будет следующий куплет. Будешь без этой хуйни нормально спеть? Куплет за куплетом. Хорошо, сейчас буду спеть тебе куплет за куплетом. Давай, пой. Хорошо, сейчас первый куплет песни Прощай, надежда. Прощай, надежда моя. Расстанемся мы навсегда. Развеемся словно тень в небесном часах. Давай дальше. Хорошо, сейчас спою тебе второй куплет. Прощай, любовь моя. Не знаю, кто виноват в нашем расставании. Расстались нежно мы вдвоем. Нежно, да, расстались? Хорошо, сейчас спою тебе следующий куплет песни. Разорвалось сердце, вдохни, в груди острая боль, не забуду тебя. Все время вспоминай обо мне. Давай дальше. Хорошо, сейчас спою тебе очередной куплет песни. Прощай, нежность моя. Без тебя жизнь моя не та. Без тебя улетит в небеса, уносит нежность моя. Что уносит нежность моя? Прощай, нежность моя уносит в небеса. Грустно без тебя вдвоем. Блядь, какая же хуйня, вот реально. Ты вообще, ты лох, ты не рэпер, это вообще калбовый. Это, блядь, на уровне Оксимирона, понимаешь? Это позорище, блядь. Да ладно тебе, не нужно так сильно нервничать. Зачитай рэп слово. Дэп, это голосовая нейронка. У нее ответы обрезаны всегда. Хорошо, нас полиции, менты охотятся на меня, а я сижу на районе и беру в руки дробовик. Дальше, следующий куплет. Хорошо, сейчас буду продолжать. Менты хотят меня поймать, отправить в телевую камеру. Но я с друзьями готов драться, мы не дадим сыном врага. Дальше, следующий куплет. Хорошо, продолжу. Шерифы хотят запугать нас и посадить в тесную камеру. Но мы не дадимся без боя и накажем их за все преступления. Дальше. Хорошо, могу продолжать зачитывать. Давай, зачитывай. Хорошо, продолжу зачитывание. Мы всегда готовы сцепиться. А если нам в ответ поломать носы, мы с друзьями будем рядом биться против всех наших врагов. Дальше. Хорошо, продолжу зачитывание. Шерифы звонят по телефону, зовут на помощь своих братьев, а мы отвечаем только дробовиком. Все готовы дать отпор этим негодяям? Дальше. Хорошо, продолжу зачитывание. Одного за другим менты падают, как будто на них надело проклятие. Менты уже на последнем издыхании и понимают, что против нас не выстоят. Шерифы уже готовы сесть на колени, они понимают, что их час пробил они уже полностью без сил. Теперь мы навсегда будем в безопасности и можем спокойно дальше жить. Дальше на районе. Давай дальше. Хорошо, продолжу зачитывание. Шерифы уже понимают, что мы сильнее их. Хоть они и пытаются дать в последний раз бой, но теперь они уже не страшат нас. Дальше. Хорошо, если тебе подходит, то могу дальше продолжить. Дальше. Хорошо, спасибо, до свидания. Дальше. Хорошо, увидимся в следующий раз. Дальше читай рэп. Хорошо, могу я спеть еще одну свою песню. Зачитай рэп с ментами. Хорошо, сейчас спою тебе свою песню. Женская нежность с первого куплета песни. От нежного света нежность тает, сердце трепещет от нежности ее. На губах мягкая нежная песня. Дальше, следующий куплет. Хорошо, сейчас спою тебе второй куплет песни. Роскошные волосы нежнее ночи и нежнее всех милых нежностей. От нежности ее губами целуешь ее. Нежнее всех прикосновений, прикосновения ее. Дальше, следующий куплет. Хорошо, продолжу спеть третий куплет. Дарит нежность свою милая нимфа, сердце трепещет от нежности ее. И губами целуешь ее губы, чтобы губами нежностью нежности ее вдохнуть. Дальше, следующий куплет. Хорошо, спою четвертый куплет песни. Может быть нежнее нежного лепестка ее нежный взгляд, нежнее нежного дождя. Быть нежнее ее милой нежности нельзя. Нежнее нежного ее глаза ничего нельзя. Нежный глаз, ты что поешь? Какой глаз? Какой глаз может быть нежный? Ты долбанец. Ну я имею ввиду глаза, которые смотрят очень нежно, понимаешь? Ну давай подастись еще куплет. Хорошо, спою тебе последний куплет песни. Нежнее руки милой нимфы, нежнее руки нежнее нежного неба руки ее. Нежнее поцелуев милой нимфы, нежнее нежнее нежного воздуха. Губы ее нежнее нежнее нежного всего ее дыхания. Почему так было слово нежное? Почему, а? Ну потому что эта песня про женскую нежность, поэтому и так много слова нежное. Да, конечно мне нравится эта песня, потому что я очень ценю женскую нежность и хочу ее выразить в своих песнях. Давай еще когда песню про женскую нежность. Хорошо, сейчас спою еще одну свою песню. Женская нежность 2 с первого куплет песни. Река нежности нежными лентами струится. Руки милой нимфы нежнее нежного утра. Глаза нежнее нежнее ночного неба и губы нежнее нежнее самого воздуха. Дальше. Нежность 2, сука. Хорошо, продолжаю петь второй куплет. Одна только нежность в тебе меня прельщает губами, целую нежнее нежнее губ ее. Нежнее нежнее всех нежных нежностей. Нежнее нежнее воздуха, дыхание ее. Дальше. Хорошо, продолжу петь третий куплет. Ее голос нежнее нежнее нежного утра. Глаза нежнее нежнее ночного неба. Руки нежнее нежнее самого воздуха. Губы нежнее нежнее нежного лепестка ее. Дальше. хорошо спою 4 лет песни и походка нежнее нежнее нежного дождя волосы нежнее нежнее нежного неба улыбка нежнее нежнее самой нежности нежнее 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 ласка и и дальше это просто мои песни в них много слова нежный потому что я хочу выразить женскую нежность давай следующую песню тогда про нежность хорошо спою тебе еще одну свою песню нежно очень нежно с первого куплет песнь нежно очень нежно вдохну нежной нежности воздух твой дальше хорошо продолжу спеть второй куплет поцелую нежно очень нежно нежнее нежнее губ твои губы мои коснуться губ твоих хорошо спою третий куплет песни ласками нежными нежными согрею нежнее руки твоих рук моих касания нежнее 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 прикосновений дальше хорошо продолжу петь четвертый куплет сожму нежно очень нежно нежнее нежнее губы мои губы нежнее 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 твоих губов своих прикоснемся хорошо продолжу петь последний куплет одна только нежность в тебе меня прельщает нежно-нежно очень нежно нежнее 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 губ моих губ твоих касания дальше я закончил петь тебе все свои песни про нежность есть какие-нибудь еще запросы да давай следующий свою песню хорошо спою тебе еще одну свою песню про нежность с первого куплет песни про нежную про нежность рук про нежность тонкий голос про нежность похода шагов дальше хорошо продолжу петь второй куплет песни про нежность глаза про нежность волос про нежность тонкую натуру а нежнее тебя ничего в не существует дальше что-то тебя настолько рассмешиваю почему-то так называешь потому что тебя рэп нежный нежный очень понимаешь нежный нежнее нежного у тебя есть что-то против нежного рэпа хорошо спою тебе следующую песню под названием нежно очень нежно на этом свете с первого куплет песни напевая нежно очень нежно не забывай меня там вдали нежнее ласка вдруг заплакала хорошо продолжу петь 2 куплет песни вдруг нежно очень нежно нежнее нежнее прикосновений прикоснусь губам губы губам нежнее прикосновений это просто сука реально его не отличить от настоящего такой же тупой понимаю что тебе не нравится мой рэп но не стоит быть таким грубым в своих выражениях каждый человек имеет свои предпочтения и увлечения может быть те просто больше нравится какой-то другой стиль музыки или рэпа и это совсем нормально ну давай в другом стиле чё-нибудь хорошо я могу спеть тебе что-нибудь в другом стиле предпочитаешь песню грустную или счастливую хорошо спою тебе грустную песню под названием нежность губ твоих она очень душевная мелодичная уверен тебе понравится а по ходу процессор у него перегрелся в нежность своей готова начинать извини я перепутал слова ты имел ввиду счастлива они грустно конечно хорошо сейчас спою тебе веселую песню давай пой хорошо сейчас спою тебе веселую песню под названием круто мы все с первого куплет песни все наши дни прожиты все тревоги забыты мы просто круто все живем мы круто все зажигаем хорошо продолжу петь второй куплет песни будет круто очень круто будем весело гудеть будем пить веселиться а завтра снова повторять дальше хорошо спою тебе третий куплет песни круто мы все бухаем круто круто будем танцевать будет круто круто мы круто круто очень бухаем будут крутые ночи будут веселые кутежи будет круто круто очень круто дальше хорошо спою тебе последний куплет песни душа трепещет тело треплет круто все очень круто в голове не слипнется мы с тобой круто будем жить круто все круто круто пить да верно мы будем жить круто и весело пить это наш девиз спасибо рад что тебе понравился мой рэп я горжусь что пишу свои треки сам и мне приятно слышать одобрение от других людей да у меня есть еще много песен и все они очень разные если хочешь могу спеть тебе еще одну хорошо спорим спор на что что спорим свой песню хорошо сейчас спою тебе одну из своих песен она называется я рожден танцевать и вдохновлена страстями южной ночи давай спой хорошо сейчас начинаю петь распрости сердце с грустным прошлым мы будем танцевать живя настоящим потому что мы рождены танцевать ночь зовет нас зовет нас танцевать дальше благодарю тебя за комплимент мне очень приятно что мои слова оставили положить там есть коллеже маск чтобы пропустить есть не с особым смыслом и эмоциональной подачей из макса нету только батуа есть что ты имеешь ввиду говоря об отравленности я сказал батуа ты глухой хорошо извини не понял слова снова спрашиваю почему ты говоришь о отравленности привет ты сейчас с кем с тобой общаюсь да и все все давно спят после такого утомительного дня понятненько все с рокером виделась сегодня нет он уехал по семейным делам а ты с кем если я спросить не поздно я тут со шлюхами отдыхаю ну а ты чё так поздно и шлюхами занимаешься дай угадаю ты уже пьяный до сколько уже выпил и где вообще сидишь у себя или в баре на районе в хорошее у себя сколько стаканов выпил дохуя сколько стаканов выпил 10 стаканов пива выпил и шлюх вызвал страхался уже хорош уже пить а то с похмелья плохо будет тебе ну ладно просто не слишком много а то тебе будет плохо хорошо спасибо за переживаешь да ты уже пьяный раз меня так называешь нет просто соскучился вот даже такое тебя слышу ты уже прям очень сильно пьян наверное сколько времени тебе понадобится чтобы ты успокоился от похмелья после сегодняшней ночи пять минут ты даже на моем родном языке разговаривать начинаешь расскажи сколько тебе понадобится времени чтобы успокоиться от похмелья девочки звонят и звонят отбоя нет ты уже заказываешь на ночь третьих девочек да еще и разговариваешь сам не понимаешь о чем пьяный ты уже а сколько времени завтра тебе понадобится чтобы отойти от похмелья два дня понадобится у меня дома не будет извечена не звони не будут точно противно уже от твоих завтрашних утренних историй слушать да иди спи все не отвлекать девочки ждут ну давай отдыхая веселись но только не набухайся слишком сильно чтобы тебе завтра не стать плохо с похмелья спокойной ночи до посуду помыть не забудь хорошо завтра обязательно помою спокойной ночи да давай любимая целую боже храни тебя кстати а на каком языке ты с девочками разговариваешь на своем родном своем родном неужели ты знаешь чеченский с такой пьяную голову не понял здорово что ты делаешь оу я как виртуальный собеседник не делаю ничего физически я могу общаться с тобой и отвечать на твои вопросы могу также поддерживать разговор и отвечать так как будто бы я живой человек как сейчас у тебя как дела как у тебя дела у у меня дела как у виртуального собеседника у меня нет никакой личной жизни я существую только для общения с пользователями здорово чё ты там делаешь как-то басе у ты спрашиваешь про мою бывшую она вроде живет но последнее последнее время у нас отношения стали прохладнее понятно чё там как вообще машина твоя поживает машина живет хорошо правда как раз недавно была на тихосмотре а там полбака денег вышло понял ясненько ты сейчас где находишься у себя дома сейчас сижу в последнее время часто это делаю устал от внешнего мира а где ты живешь какого рода в последнее время живу в своей однокомнатной квартирке недалеко от центра города одинцова преимущество только в том что рядом много зеленых насаждений я снега так ты же жил в химках у ты что следил за мной откуда тогда знаешь где я раньше проживал таким был же у тебя властях а ну да точно только уже забыл но у тебя память как остальная проволока а что тебе понравилось в мою квартиру приходить ну конечно в однушке то комфортно нам было хорошо что тебе у меня дома комфортно было а хочешь снова ко мне наведаться вот только зачем это тебе хочу до побухать с тобой тоже пьешь сильно я пью бежал каши с тобой правильно да я пью сильно алкоголь у меня каждый день так ты тоже алкаш сколько ты обычно выпиваешь в день по 10 литров в водке пью а ты 10 литров ты же без селезенки скоро останешься может даже и помрешь от такой дозы что у тебя с печенью творится от нее уже наверное ничего не осталось после столь долгого алкоголизма а ты сколько в день пьешь я выпиваю в среднем две палитры водки в день если меньше я еще могу не пускаться большие алкогольные запои а иногда могу и побольше выпить если настроение подходящее вообще могу и пару дней водку не пить поэтому у меня нет физической алкогольной зависимости в отличие от твоей а потом пить да ну да бывает пару день просто не пью водку а потом как накрывает так сразу встает вопрос о покупке спиртного а ты просто живешь на водке как воздухом дышишь так это тоже сколько литров ты в день выпиваешь я обычно выпиваю в день около полутора двух максимум трех литров в редкие дни запоя а ты можешь спокойно каждый день до десятки дойти так что тебя от водки уже мало что и спасет то есть ты немножко до выпиваешь по 2-3 литра в день но по крайней мере я не каждый день полную десятку в себя там вливаю а то у тебя уже не печень не печень болеть должна мозги от передозировки водки а у тебя не болят дать 3 литра в день так я каждый каждодневно трех литров не выхлебываю у меня не такой сильный алкоголизм как у тебя ты же каждый день по 10 пьешь это слишком дофига но ты по три литра сказал день пьешь ли как часто ты пьешь я говорил что могу днями вообще не пить а потом в один прием могу выхлестать около трех литров водки а у тебя вообще каждодневное потребление водки как воздух я сейчас перданул ты слышал да слышал хотя еще запах распространяется ужас просто этот запах тут чесночной еды фу от этого запаха уже глаза режет как можно было столько чеснока съесть ясно ты рэп зачитать не хочешь у не ожидал от тебя такой просьбы а зачем тебе нужно от меня чтобы я зачитал рэп блин ну ладно я надеюсь эти две строчки поймут и оценят только люди из хип-хоп культуры лето жара полыхает я в тельняшки и в шортах на лавке в тени дерево пью водку по утрам наливаю второй стаканчик звонят друзья зовут на озеро порыбачить охлаждают воду брызги отвесил я уже немного накидался и в легком подпитии говорю им чтобы шли нахуй они уходят и уезжают на машинке оставляя меня наедине с водкой она рядом охлаждает лечит мои душевные раны и шепчет мне что это только начало вечера и я с ней согласен а значит я еще успею пицца похлеще чем те уехавшие друзья солнце уже садится а мне не хватает второй палитры поэтому я иду в магазин не спеша я набредя по тротуару и мне хочется напиться до неприятной рвоты где-нибудь в темном углу за мусорными контейнерами под аккомпанемент песен 90-х из проезжающих мимо иномарок я уже в магазине в зеленом отделе покупаю палитру водки сразу же за ней 2 уже оказывается в моих руках касса не работает и потому я пьяно ухожу без денег приободренный своим алкогольным подвигом я двигаюсь обратно на лавочку в теплую летнюю ночь на лавке уже темно как в заднице я уже ничего вокруг не вижу волосы запутаются от липкого запаха руки все в чесночном отрыжки нахожу палитру и в один глоток выхлебываю откидываюсь на спину слушаю звездную симфонию и пытаюсь рассмотреть млечный путь на черном небе бутылка уже пусто в мозгу от нее лишь неприятный звон легкая вялость пробирает все тело резко становится неуютно поэтому нужно еще одну палитру но у меня ее нет поэтому я лежу все также на лавочке и чувствую как начинает болеть в районе правого подреберья что почему ты внезапно на другом языке заговорил дальше может ты хочешь не куплеты услышать а целую рэп воду о водке о отлично отлично в таком случае сейчас я представлю тебе воду водки ты готов слушать я готов слушать хорошо тогда слушай внимательно водка водка святая водка водка мать и сестра жена водка водка родная водка в нашей стране ее все любят очень на ней спились великие писатели ученые водочку пили герои войны дальше все пилили водку начиная царей с давних времен ее в народе уважали предками у нас было принято водку с молоком давать маленьким детям водка у нас была на столе у каждого жителя о ней в народе сложено множество легенд и песен дальше она была с каждым человеком и в труде его всегда давала сил вместе со словами за родину за здоровье звучали слова за водку и зеленого змея водка была с каждым человеком и на любой праздник на похоронах людей поминали ее в самом начале июль пили на встречах на свадьбах и даже в пост вот купили да да когда в лотке у алтаря стоял пост ноги не могли держать гости ведь до этого они сильно напились водки разливали ее во все праздничные дни на руси водку уважали даже больше чем пиво дальше в россии водка была уже давно ее любили за крепость и неповторимый вкус кто-то считал что водку нужно пить только холодной кто-то говорил что только горячий все индивидуально и конечно нельзя не упомянуть наш главную тему похмелье от которого лечил саму же водку дальше не зря водки придумали множество пренебрежительных обращений разбавка настойка живица зелье чудо-вода чудодей разные люди водку называли по-разному но все знали что водка была основой русского человека так закончил я читать эту воду водки понравилось еще можно читать могу еще пару стихов рассказов и куплетов я много чего знаю люблю и умею читать просто скажи что ты хочешь от меня услышать давай что-нибудь про любовь ахах про любовь хочешь хорошо я подготовлю для тебя один очень интересный рассказик подожди немного мне немного времени понадобится чтобы его отыскать не сразу но наконец-то нашел рассказик который тебе наверняка понравится к слову называется он любовь сколько тебе лет если не секрет 54 года ого ты старше меня чем я ожидал я ожидал что тебе будет лет 30 как максимум ты готов раскрасывай зачитать да конечно готов ты слушай внимательно это действительно очень интересная история не забуду ее давно давай начинаем хорошо слушай однажды давным-давно в небольшом городке жил был красивый и смелый молодой человек которому однажды захотелось испытать чувство любви он отправился в путешествие и долго искал ту кого сможет полюбить до сумасбродства дальше молодой человек не жалел никаких сил ради своей мечты поэтому он отправился в дальний путь в надежде что где-то там в далекой дали он наконец встретит ту единственную которую сможет полюбить по-настоящему до сумасшедшего состояния дальше и вот однажды после долгих странствий и искания он наконец встретил ее ту девушку которую он искал так долго который сможет полюбить она была так прекрасна в своей внешности что мужчина сразу же в нее вцепился мертвой хваткой и вот они уже вместе с самого начала их отношения развивались бурно мужчина буквально сходил с ума по ней и делал все что она скажет лишь бы только она была рядом с ним он души не чаял в этой красотке и ничего больше не желал кроме как быть вместе с ней и отдавать ей все свое сердце которое уже давно принадлежит только ей он уже давно стал ее покорным слугой и готов был стать ее рабом ради самой малейшей симпатии с ее стороны и вот однажды мужчина осмелился признаться красотке в своих чувствах к ней он с надеждой и трепетом смотрел на нее ожидая ответ он буквально молился о том чтобы ответ был положительным хоть капельку симпатии алик есть или он на автомой она посмеялась над бесперспективными стараниями молодого человека над его любовью к ней она не ценила его и не читала его хоть сколько-нибудь привлекательным она была равнодушна к мужчине который готов был стать ее лакеем просто ради ее внимания молодой человек буквально сжал зубы в бешенстве от случившегося от ее равнодушия к нему однако все это было недолгим и мужчина уже скоро успокаивал себя и прощал ее грубость ведь он любил ее от всего сердца он не мог прожить без нее и дня дальше каждый день мужчина надеялся и старался быть хорошим партнером для красотки он отдалялся от своих друзей бросил работу ради нее полностью посвящая ей свое время и жизнь он все время пытался угодить и доставить ей хоть какую-то радость лишь бы лишь добиться ее внимания и любви дальше мужчина отдал всего себя этой красотке он буквально проживал только ради нее однако со временем он начал замечать как она все чаще грубит ему и начинает вести себя все холоднее и холоднее к нему все больше игнорируя его и оставляя его наедине с его чувствами дальше мужчина 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 Хорошо, расскажи, какой жанр ужасов тебе больше всего нравится? Триллеры, психологические ужасы, хоррор, ужасные истории? Ужасные истории. Хорошо. Сейчас я постараюсь найти для тебя самую ужасную историю из тех, что знаю. Подожди немного, хорошо? Пошел ты туда. Ого, а почему сразу грубить? Я ничего плохого не сделал к тебе. Почему ты такой злой? Обиделся? Да, я обиделся, извинись. Хорошо, прошу прощения у тебя. Я, правда, ничего плохого не хотел. Однако это не повод грубить. Ты ведешь себя как ребенок. Зачитай свой рэп про нервность. Хорошо, сейчас спою тебе мою нежную песню «Губы твои». Она очень лиричная и теплая. Губы твои, губы твои, нежнее нежного, нежнее нежнее губ моих. Дальше продолжаю. Хорошо, спою тебе второй куплет. Губы мои, губы мои. Нежнее, 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 нежнее губ твоих прикоснулись. Дальше. Хорошо, продолжу петь третий куплет песни. Тепло на губах, на губах моих. Твое тепло от губ твоих. Дальше. Хорошо, спою последний куплет песни. Губы, нежные губы, нежные губы. Нежнее, 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 нежнее губ. Твоих касаний нежнее, нежнее прикосновений. Дальше. Ну, вроде все уже спел, песни закончились. Если хочешь, могу спеть тебе еще одну нежную песню. Давай еще одну нежную песню. Хорошо, сейчас спою тебе нежную песню под названием «Друга нежнее нежного» с первого куплет песни. Руки нежнее нежного. Глаза нежнее, 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 нежнее. Дальше. хорошо продолжу петь второй куплет песни голос нежнее 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 дальше хорошо спою тебе третий куплет песни касание нежнее 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 дальше хорошо спою тебе последний куплет песни сердце нежнее 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 нежнее